55 лет не разлей вода. Как удается прожить вместе так долго? Вопрос актуальный на сегодняшний день, когда число разводов неуклонно растет. Кажется, эти пары личным примером подтверждают, создать крепкую семью вполне реально. Главное – желание и, конечно же, любовь. Основа основ. Смотрите, день любви, семьи и верности. Семья невозможна без верности. Семья невозможна без любви. Любви друг к другу, любви к детям. В семьях воспитываются настоящие граждане нашей великой Родины. И за это мы тоже благодарны вам и уважаемые юбиляры. Потому что вы своим примером позволяете потом вашим детям создавать такие же крепкие, такие же верные семьи. И именно семья всегда в истории нашей страны является именно тем скрепом, который сохраняет государство. О том, что этот праздник, день семьи, любви и верности, стал уже не просто государственным, а народным, говорит то, что люди знают о нем и поздравляют друг друга с этим днем. Знаете, какой сегодня праздник в России отмечают? День Петра Хевронии. Так, а что знаете об этих людях? Православные святые, покровители семьи. Очень красивый, очень нежный. Такой праздник, даже не сравнить, во-первых, лето. И вот это праздник семьи, семьей. Очень хороший праздник. И действительно, праздник семьи, любви и верности называют еще и днем святых Петра и Февронии Муромских. Петр и Феврония – православные покровители семьи и брака. Это пронзительная и поучительная история их любви стала и основой праздника. Символом этого дня – ромашка, чистота и простота взаимоотношений. А еще на этом цветке гадали на любовь. Гадать или не гадать, а суженного надо выбирать. Создание семьи – шаг ответственный. На пути у возлюбленных много испытаний, но пример пары Петра и Февронии показателен. В Щелковском драматическом театре для семейных пар юбиляров организовали настоящее торжество. Оркестр играл вальсы, пары кружились, и казалось, возраст им нипочем. Они снова были молоды и счастливы. Особо отметили сотрудники ЗАГСа семейную пару Тимофеевых. Вот это люди, о которых надо писать книги, о которых надо ставить фильмы, которым надо посвящать песни. Это история нашей страны и история любви друг друга. Кадровый военный Павел Петрович, Зинаида Романовна – это вообще история. Это единственная женщина в Щелковском районе, которая ковала ядерные щиты в нашей России. Вручается медаль за любовь и верность. Подготовили для юбиляров супругов ценные подарки. Сказали теплые слова, подготовили и разыграли старинный обручальный обряд. Лилия Тимиева, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».